Вероника Крымова Запасной жених Глава первая — Я нашел тебе идеального жениха! — отец самодовольно поглаживал бородку. — Лучший кандидат, бандит и убийца. Молоденькая служанка, только что вошедшая в гостиную, ахнула и выронила поднос, который держала в руках. Пятно от чая проступило на дорогом ковре. — Эх, жаль, это был любимый мамин сервиз. Боюсь, девушка ждет расчет. Хотя, может, ее спасет то, что она новенькая и не посвящена в тайны нашей семьи. — Папа, нельзя же так при посторонних! — я кивком указала на бедняжку, собирающую осколки чашек. — Ерунда! — граф Дерлингер отмахнулся. — Дорогая, я так рад! Пора уже дать согласие его сиятельству. Он и так второй год околачивается тут, обивая пороги. То уточек заедет пострелять, то на чай. Я смущенно зарделась. Первая влюбленность не укрылась от внимания родных, и они решили, что пора уже их любимице стать взрослой и выйти замуж. — Ликмирис, ты уже слышала замечательную новость? — появилась мама с сияющим видом. На мгновение леди Каталина нахмурилась, когда бросила взгляд на пол, но тут же взяла себя в руки. — Выйди вон! — махнула на служанке. — Позже я с тобой побеседую, а сейчас ты мешаешь важному разговору. Девушка сделала книгсон и поспешно выбежала из комнаты. Я вздохнула. Дело в том, что на мою семью наложено древнее проклятие. Все женщины рода обречены в первую брачную ночь терять супруга. Выход есть, но он жестокий — найти подходящего кандидата-смертника и выйти замуж. Он умрет, и тогда юной вдове уже можно спокойно сочетаться браком с любимым и жить долго и счастливо, что, собственно, с успехом и проделали мои мать и бабушка. Теперь настала моя очередь исполнить тщательно продуманный план и обмануть судьбу. — Кто он? — многозначительно спросила мама. — Какой-то разорившийся дворянин из-за холустья, совершенно опустившийся. Сидит в Эвертоне, самой строгой тюрьме Эктерии, и ждет Эшафота. У него смертный приговор, который на днях должен быть исполнен. Но его величество король Стефан принял решение о помиловании. Отец гордо потряс перед нами свитком пергамента с королевской печатью. — О, Грег, как тебе это удалось? Я тобой горжусь. Матушка расцеловала супруга в обе щеки. Король был очень удивлен. Ну, ты же знаешь, некоторые мои услуги, оказанные короне, были столь ценными, что такой пустяк, как помилование преступника, его величество не затруднил. Правда, без расспросов не обошлось. — Главное, у нас все получилось. Мама хлопнула в ладоши. — Когда его привезут? — Завтра утром. А вечером Падре Антуан проведет обряд венчания. — Отлично. Послезавтра уже можно начинать готовиться к помолвке с лордом Андервеллом. Ох, предстоит столько дел. Нужно обязательно обновить гардероб, выписать музыкантов из столицы, разослать приглашение. — Эштон еще не сделал мне предложение, — напомнила я. — О, он только и ждет знака от тебя. Я намекну ему, что наша семья не против породниться, и дело решено. Вот так всегда. Родители поставили задачу и сами ее решили, забыв спросить мое мнение. Эштон. Губы против воли изогнулись в блаженной улыбке при воспоминании о нем. Молодой Виконт появился в моей жизни около года назад. Красивый, учтивый блондин с небесно-голубыми глазами. Прекрасный фехтовальщик, джентльмен, да к тому же еще и поэт. Стопочка его любовных писем, заботливо перевязанных атласной алой ленточкой, покоилась в последнем ящике моего секретера. Где-то глубоко внутри я почувствовала укол совести, ведь из-за меня должен погибнуть человек. Но он и так уже приговорен к смерти, значит, заслуживает ее. Сегодня или завтра, какая разница. Зато я обрету счастье с любимым. Распоряжусь, чтобы ужин подали раньше. Лидия Каталина расправила юбки и присела на софу рядом со мной. — Кике, нужно выспаться. Завтра будет тяжелый и насыщенный день. — Мам, ну просила же не называть меня этим прозвищем. Возмутилась я, отталкивая руку, которую она занесла, чтобы поправить выбившийся из моей прически локон. — Дорогая, не злись. Я понимаю, что ты волнуешься. Но, уверяю, все пройдет гладко. Мы с папенькой сделаем все, что нужно. Ты никогда не рассказывала, чем наша семья заслужила такое наказание. Видимо, предок совершил нечто действительно ужасное. Мама поджала губы, и они с папой обменялись многозначительными взглядами. — Прекрати рассуждать на эту тему. Что бы там ни было, ни я, ни ты не должны отвечать за грехи отцов. И я не позволю этому злосчастному проклятию испортить жизнь любимой дочери. — А как же тот человек? Я замялась, подбирая слова. — Мой жених. Что с ним будет? Разговор считаю законченным. Мама встала, напустив неприступный вид. Я вздохнула и, сделав книг, сын вышла из гостиной. На душе было неспокойно. Я напрасно пыталась выбросить из головы плохие мысли. Воображение рисовало жуткие картины предстоящей церемонии. Дойдя до своей комнаты, услышала звонкий голос служанки. Тесса любила напевать песенки, когда была уверена, что ее никто не слышит. Улыбнувшись, я открыла дверь и вошла в спальню. Миледи Прингл сказал, что сегодня возвращается милорд Бенедикт. Так вот в чем причина ее хорошего настроения. Я подавила усмешку, чтобы не обидеть девушку. Тесса была дочерью нашей няни и выросла рядом со мной, а по достижении положенного возраста стала личной горничной. Мы были очень дружны, но особую привязанность она питала к моему брату Бену, со временем переросшую в любовь. Она тщательно скрывала свои чувства, но я-то хорошо знаю, какие влюбленные взгляды Тесса бросала на него украдкой в те редкие моменты, когда он бывал дома. Значит, блудный сын приезжает из столицы. Я подошла к кровати, заинтересовавшись большой коробкой, стоящей на покрывале. Когда я уходила, ее тут не было. Думаю, ваш батюшка вызвал его письмом. В свете последних событий его сиятельства посчитал, что присутствие милорда Бенедикта необходимо. А может, он проигрался в очередной раз в карты или подрался на дуэли с мужем-рогоносцем одной из своих любовниц, скептически заявила я, открывая крышку загадочной коробки. Внутри оказалась тяжелая белая вуаль из плотных кружев. И приехал в отчий дом зализывать раны. Брат был самым главным разочарованием нашего отца и нескончаемой головной болью матери. — Это фата, — кивком указала Тесса, не дожидаясь моего вопроса. — Странная какая-то. Я даже не стала прикасаться к ткани. — А платье? — Выберите любое, какое вам нравится меньше всего. Миледи Каталина сказала, что потом нужно будет его сжечь, чтобы ничто не напоминало. — Ну да, как же все просто у матушки на словах. В горле встал комок. Я тяжело выдохнула, гоня прочь грустные мысли. Ужин прошел в немного нервозной обстановке. Мама оживленно разговаривала, но чувствовалось, что ее веселость напускная. Граф Дерлингер, напротив, был излишне молчалив и избегал моего взгляда. Бен вручил мне разноцветный леденец на палочке и щелкнул по носу. — Прости, Кикки, за такой подарок. Я совсем забыл, что ты стала взрослой барышней. В моих мыслях ты все еще не суразная маленькая девчонка с веснушками. — Так чаще надо бывать дома. Тогда и не будешь удивляться. Отец слишком громко стукнул вилкой о тарелку. — Грег, — леди Каталина бросила умоляющий взгляд на мужа, — сейчас не время. — Да, ваше сиятельство, вы совершенно правы. Вероятно, в этот раз я чересчур задержался. Я поковыряла вилкой утиную ножку. Есть совсем не хотелось. Папа с братом обменялись холодными колкостями, а матушка пыталась их примирить. В общем, все, как всегда, за исключением малого. В одном вопросе мои родственники проявляли удивительное единодушие. Тема предстоящего замужества тщательно избегалась. Как только подали десерт, я предпочла откланяться и удалиться в свою комнату. Препятствовать мне не стали. Тесса приготовила ванну, расчесала мои длинные каштановые волосы и заплела их в две косы. От увлажняющего бальзама я отказалась. Не люблю спать с липким лицом. Хотя с возрастом пренебрегать этой процедурой все-таки не буду. А сейчас, в двадцать лет, можно и позволить себе маленькие слабости. Забравшись под тонкое пуховое одеяло, я свернулась калачиком и забылась с тревожным сном. Всю ночь снились кошмары. Я то и дело вздрагивала и просыпалась. Хорошо горничная оставила на столике зажженную лампу. Не так страшно было находиться одной в темноте. Утро для меня наступило с первыми лучами солнца. Рассвет разлился по небу розовым заревом, проникая сквозь мозаику стекол на окне. Тесса принесла завтрак. Оладьи с сиропом и молоко. Так меня баловали лишь в дни рождения или во время болезни. Обычно же дело ограничивалось овсянкой с клюквенным компотом. Я с удовольствием поглощала вкуснятину, обмакивая оладушки в сладкий клубничный сироп. Молоко было парное и еще теплое. От сердца слегка отлегло. Внезапно с улицы послышался стук капыт по брусчатке и скрип колес. Я подскочила, пытаясь разглядеть незнакомую черную карету, подъехавшую прямо к дому. Лакированная дверца отворилась, и из нее вышли двое мужчин. Одного я узнала сразу. Это был наш управляющий, сэр Фистреп, а второго видела впервые. Получше рассмотреть его не удавалось, так как незнакомец был в длинном плаще с капюшоном. Они, не оглядываясь, последовали к лестнице и поднялись по ступенькам. Любопытство разбирало меня, и я готова была выскочить в коридор, чтобы хоть мельком увидеть своего будущего пробного мужа. А в том, что это именно он, я не сомневалась. «Миледи, вы что удумали прямо в сорочки бежать?» Недобрительно прищелкнула языком Тесса. Я закусила губу от досады. Пока горничная помогала мне одеться и укладывала волосы в прическу, прошло некоторое время. И когда я спустилась в гостиную, там уже никого не было. Пройдя в библиотеку, я нашла маму с Беном. Они что-то горячо обсуждали. Но как только я переступила порог, разговор стих. «Доброе утро, дорогая!» Леди Каталина поцеловала меня в лоб. «Ты слишком рано встала сегодня?» Всю ночь виделись плохие сны. Я подошла к полке с книгами и провела пальцем по кожаным переплетам. Как же я люблю это место. Самое лучшее развлечение – посидеть в дождливую погоду возле камина с интересным романом в руках. Папа всецело одобряет такое увлечение. А вот маменька, напротив, заставляет больше времени проводить в обществе и сопровождать ее, когда она ездит с визитами к подругам и соседям. Но сейчас читать не хотелось. О чем занять время до вечера я не знала. «Мам, может, отменим все?» Слова вырвались сами собой, против моей воли, и от этого тяжесть в груди немного ослабла и стало легче дышать. Мы уже обсуждали эту тему. Леди Каталина нахмурилась. «Не бери в голову, сестренка, скоро ты и думать забудешь обо всем этом». Громко и нарочито весело сказал Бен. «Выше нос. Я собирался, кстати, пригласить тебя на прогулку. Поедешь со мной?» «Нет, не хочется», — помотала я головой. А я хотел показать своего нового питомца. Это потрясающий конь лачестерской породы, лучший скакун трех графств. Было видно, что брат чрезвычайно горд собой. Я выиграл его у герцога Эстре на прошлой неделе. «Вот как? Значит, удача снова на твоей стороне?» Скептически высказалась я. «Пока только в картах. Ты верно слышала, что леди Адель отказалась принять мое предложение руки и сердца?» Брат поморщился. Было видно, что воспоминания ему неприятны. «Неудивительно. С твоей-то репутацией». Мама погрустнела. «Но Адель же не единственная молодая леди в королевстве. Тем более, не слишком-то она мне и нравилась. Заносчивая особа». Зато с большим приданым многозначительно хмыкнул Бен. Внезапно его внимание привлек шум за окном. Он отодвинул тяжелую портьеру и присвистнул. «Ого, какие гости! И так не вовремя!» «Кто там еще пожаловал? Мы никого не ждали?» Леди Каталина была взволнована. «Она очень не любила, когда события шли не по ее четко выстроенному плану. А сейчас, похоже, такая ситуация». «Лорд Андервелл», — ответил Бен. «И чего его принесла нелегкая?» «Видно, почуял, что суженую хотят увезти из-под носа». «Неуместная шутка. Мама была зла. Щеки пошли красными пятнами. Нужно помешать ему зайти в дом. Иди скажи, что Кикки больна. Выпроводи отсюда. Пусть приезжает с визитом послезавтра». «Как скажете, миледи?» Сейчас брат был серьезен. Он отвесил нам легкие поклоны и вышел из библиотеки. «О, Эштен! Как бы мне хотелось встретить его самой, пройтись немного по саду, послушать его дивный голос, вдохнуть аромат лаванды, веточка которой непременно приколота к лацкану его сертука. Он всегда был неизменно галантен. Даже в моменты, когда я досадовала и была не в духе, он стойко сносил мое плохое настроение и одаривал белозубой улыбкой. Смеялся над моими дурацкими шутками. «Однажды прошлой зимой принес баночку меда с пасеки, когда я слегла с бронхитом, и каждый день приезжал справляться о моем здоровье. Первая любовь. Моя единственная любовь. Как я могу позволить, чтобы Эштен погиб? Нет, дело решенное. Пусть от проклятия пострадает тот, кто это заслужил, а мой любимый останется жив и здоров и будет рядом со мной до конца жизни». «Ну вот, твой ухажер уезжает. Бенедикт, надеюсь, не сболтнул ничего лишнего. Это должно пока остаться в тайне. Расскажешь потом, после свадьбы. Когда у вас появится собственная дочка». «Эта мерзость никогда не кончится?» Я охнула, осознав всю тяжесть трагедии. «Наша семья навсегда обречена на страдания?» «Всему рано или поздно наступает конец», — философски заметила леди Каталина. «Мы не привыкли пасовать перед трудностями. Ты сильная девочка, все выдержишь». Вот в этом я не особо уверена. Остаток дня пришлось провести в своей комнате. Когда начали сгущаться сумерки, пришла Тесса и помогла надеть платье. Заплела волосы в косы и уложила наподобие короны на голове. Сверху мы прикрепили вуаль, через которую невозможно было разглядеть мое лицо. «Ну вот, миледи, в добрый час». Тесса сжала мне руки и ободряюще улыбнулась, отчего на ее левой щеке заиграла ямочка. «Да уж, для кого-то добрый, но точно не для моего...»